Моё желание сегодня вместе с вами обратиться к одному из отрывков Ветхого Завета. Это будет Псалом. Вы знаете, вот у этого Псалма есть такая вот особенность. Особенность в том, что он очень хорошо знаком. А больше того, этот Псалом знаком не только взрослым людям, этот Псалом очень хорошо знают и наши дети. И вот прежде чем прочитать библейский текст, вот позвольте мне его перефразировать. Ну, это Псалом, его написал Давид. Итак, Давид сидит на камне, рядом с ним его посох. Он мальчик с прекрасным цветом лица, кудрявыми волосами, голубыми глазами. А на фоне ясного голубого неба сочные зелёные пастбища. И там пасутся идеально белые овцы. У мальчика-пастуха всё хорошо. И вот он сидит и слагает свой хвалебный Псалом. Мир этого мальчика – это идеальный мир. Давид ни в чём не испытывает недостатка. Ну, согласитесь, друзья, нетрудно догадаться, что именно вот такую обстановку относят 22-му Псалму. И вот мы с вами обычно вот так считаем, что этот Псалом – текст написал пастух Давид. И что вот по параметрам этот текст, он больше всего подходит именно детям. Ну, вот вместе с вами я хочу прочитать этот текст, вы знаете, прочитать для того, чтобы, ну, может быть, другими глазами, немножко другими глазами попытаться оценить вот мудрость. Мудрость вот слов Давида и, конечно, вот попытаться принять ободрение того, что передаёт нам с вами этот Псалом. Итак, 22-й Псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умостил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Ну, друзья, вот мой пересказ вот этого Псалма, он очень обманчив. Вот что же на самом деле говорит Давид? Вот мир Давида, мир вот этого Псалма, далеко не идеальный мир. Мир Давида полон темных долин, и мир Давида полон присутствия зловещих врагов. А сам Давид, вот автор этого Псалма, это не путешественник по прекрасным местам Палестины. Давид омрачен, он духовно истерзан, и он находится в опасности. Человек, который пишет этот Псалм, это не неопытный юноша, а человек, который прошел через многие трудности. Человек прошел через многие трудности и пришел к твердой вере. Автор этого Псалма исповедует свою веру, исповедует свое доверие Богу. Слова написаны для того, чтобы мы с вами приняли с ним эту твердую веру и доверие Богу. Доверие в том, что Бог будет с нами во тьме. Вы знаете, друзья, я предлагаю посмотреть на этот Псалм, вы знаете, вот с самой середины, а именно с 4 стиха. Вот я думаю, вы поймете в процессе наших рассуждений, почему. Ну это своего рода поворотный момент в рассуждениях Давида, ключевая мысль, друзья. Вот как бы то ни было, давайте посмотрим 4 стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Итак, вот «долина смертной тени». Друзья, обратите внимание, это поэтический язык, книга Псалмов, это поэзия. И вот мы с вами начинаем представлять себе рельеф Палестины. Вот что такое долина? Вот долину можно представить себе, какая-то впадина между горами. Но вот мне как-то кажется, друзья, что все-таки Давид, он говорит не о впадине между горами, а вот Давид, он смотрит куда-то глубоко в яму. То есть долина – это глубокая яма. И больше того, когда он рассуждает о долине, это не просто что-то между горами. Вот именно смысл в том, что это то, что ниже земли. Долина – это то, что ниже земли. То есть образный язык священного писания, язык поэзии, интересен именно такими оттенками. То есть мы с вами представляем себе человека, который смотрит в яму, или хуже того, находится в этой глубокой яме, между горами. А теперь поэту приходит еще одно слово «тень». Долина – вот смертной тени. А, конечно, вот слово «тень» в священном писании, оно может использоваться в положительном смысле. Вот снова, если представить для себя, вот в Палестину много солнца и мало деревьев, вот даже маленькая тень – это все-таки какая-то защита. Тень даже от камня дает некоторое облегчение, от дневного зноя. Однако вот в языке Ветхого Завета, в языке вот богатым образом, друзья, попробуйте соединить долину и соединить тень, соединить яму и соединить тень. И вы знаете, получается не очень приятная картина. Мы представляем себе глубокую яму, или мы представляем себе густую темноту, мы представляем себе мрак окружающий человека. Именно поэтому слово «тень» сочетается еще со словом «смерть». Страна смерти в священном писании – это страна мрака и страна тьмы. Итак, в нашем отрывке, друзья, вот в этом псалме, слово «тень» или «темнота» – это очень сильное слово. Ну, друзья, обычно с самого детства мы боимся с вами темноты, и кто-то вырастает из этого, кто-то не вырастает из этого. Но даже если вы не боитесь темноты, в темноте не всегда приятно находиться. То есть если вы во тьме, значит вы в неизвестности. И вот обычно слова Давида «долина смертной тени» мы понимаем как что-то связанное со смертью, то есть вне всякого сомнения. Вот слова имеют особенное значение для большинства из нас. Друзья, смерть – это самая темная долина, это самая страшная долина, а в которую мы больше всего боимся войти. Но вот язык Давида, он шире. Язык Давида, он шире. Вот долина, которую он описывает, это в буквальном смысле вот глубокая яма. И вот ободрение слов или свидетельства Давида, оно не должно ограничиваться только долиной смертной тени. То есть священное писание обращается к нам в каждом темном опыте нашей с вами жизни. Писание обращается к нам в каждом темном опыте нашей жизни. Друзья, почему я обратил внимание на четвертый стих? А дело в том, что стих начинается вот со слова «если». Вот это, я уже сказал этот стих, это поворотный момент в рассуждении к Давида. Вот позвольте мне дать небольшую вот подсказку. Вот если дома задумаетесь прочитать этот псалом снова, друзья, попробуйте вот перед словом «если» добавить еще одно слово. Слово «поэтому». Вот перед словом «если» вот прочитайте этот псалом. И перед словом «если» добавьте слово «поэтому», и вы увидите, что вот небольшое это упражнение покажет силу слов Давида. «Господь пасет меня, ничего не лишит меня. На месте злачном там Он поселил меня, у тихой воды воспитал меня, душу мою обратил, наставил меня на пути правды ради имени своего. Поэтому, посему, если я пойду и среди тени смертной, не убоюсь зла, ибо ты со мною, жезл твой и посох твой, они утешают меня». Друзья, попробуйте понять, попытайтесь понять, что делает Давид в этом месте, вот в этом псалме. То есть очень легко вот поторопиться, да, друзья, и как часто вот, ну, как говорим и делаем, да, поторопиться и сказать, что вот Давид использует свой опыт пастуха, Давид использует знание овец, как своего рода, ну, предметный урок или аллегорию христианской жизни. Вы знаете, друзья, вот на самом деле Давид делает что-то другое, Давид делает иное. Вот его отправной точкой являются не овцы, его отправной точкой являются не пастухи, друзья, а вот священное писание. Его отправной точкой является одна библейская история. Вот очень легко предположить, друзья, что в памяти этого человека вот живет библейская история, о которой он рассуждает. Вот фактически он применяет конкретный отрывок из Библии к своей собственной жизни и говорит нам, друзья, позвольте мне рассказать, как я испытал истину и силу слов священного писания. А знаете, почему я так говорю? Я говорю это потому, что Давид не был единственным человеком в священном писании, который сказал, Господь мой пастырь. Больше того, Давид не был самым первым человеком, который сказал эти слова, Господь мой пастырь. Эти слова были произнесены прежде всего патриархом Иаковом. Самый первый человек, который произнес в Библии слова, Господь мой пастырь, произнес патриарх Иаков. Уже в конце своей жизни он давал благословение внукам, сыновьям Иосифа. Друзья, послушайте, книга Исход, 48 глава, 15-16 стих. Это слова Иакова. «Благословил Иосифа и сказал, Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак». Вот смотрите, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня. Вот посмотрите еще, 16 стих, 48 главы. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла». Это слова патриарха Иакова. «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, ангел, избавляющий меня от всякого зла». Знаете, друзья, если вы помните повествование, библейское повествование о Буакове, это был человек, который в самом деле прошел через самые темные долины. Это был человек, который прошел через самые глубокие ямы. Он прошел морально, духовно, эмоционально и физически. Знаете, очень хорошо вот о нем сказал Бог. И вот его вся жизнь, она складывается в этих словах Бога. Всю жизнь он боролся. Он боролся с людьми и боролся с Богом. Всю жизнь Иаков боролся с людьми и боролся с Богом. Вот, друзья, вот интересно вспомнить его жизнь. Вот в конце своей жизни он умирает и дает благословение своим внукам. Он оглянулся назад, и он радуется. Оглянулся назад и порадовался, что Господь был его пастырем. Он вспоминает и говорит, Бог искал меня, как заблудшую овцу. Вспоминает свою жизнь и говорит, Бог спасал меня, исцелял и восстанавливал меня. А Давид в 22-м псалме просто говорит, я разделил опыт Иакова. Я разделил тот же самый опыт этого человека. Я тоже ходил во тьме. И то, что для себя открыл Иаков, открыл и Давид. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Вы знаете, друзья, вот у нас, конечно, могут быть разные мнения, но о том, какое из обетований Бога лучшее. Ну вот, поскольку я сегодня за кафедрой, друзья, я скажу вам, что лучшее обетование в Библии это обетование того, что Бог будет с нами. Вот это ключ для того, чтобы понять, о чем говорит Давид. Знаете, друзья, вот он способен посмотреть в лицо худшей из всех возможных ситуаций и сказать, даже если, вот что угодно подставьте сюда, даже если, я не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мною. Если пойду долиной тени смертно, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Вот понимают, друзья, что если Господь может провести меня через самую темную долину, то в любой другой долине жизни Его присутствия и Его силы будет достаточно, чтобы удержать меня. Он будет удержать меня. Друзья, вот почему на протяжении многих веков чтение 22-го псалма «Если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла», оно так много значило для христиан. Вы знаете, вот больше того, вот мы с вами, у нас такая драгоценная возможность, кроме Ветхого Завета, читать и Новый Завет. А вы знаете, что вот в Новом Завете есть еще одна вот очень интересная иллюстрация, которая так похожа вот на 22-й псалом. Вспомните, пожалуйста, послание к евреям, вот вторую главу, и особенно конец этой главы. Вот апостол Павел пишет об Иисусе Христе, он показывает Его как человека. Помните, он говорит о том, что он принял плоти, кровь, да, друзья, помните, для чего? Для того, чтобы вот на себе принести суд и наказание человечества. И вот там есть такие интересные слова. Послание к евреям, 2-я глава, 15-й стих. То есть Христос принял плоти и кровь. Для чего? Для того, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. То есть Христос пришел освободить тех, кто из страха смерти всю жизнь были в рабстве. Вот, друзья, мы делаем с вами вывод, что у всех наших страхов, какие бы они ни были, друзья, есть корень. То есть из всех наших страхов есть самый главный страх. И для человека это страх смерти. Вот Писание говорит, справьтесь с этим страхом, и со всеми остальными страхами вы справитесь, они ослабнут. Знаете, если мы знаем, что Господь с нами, что Он никогда не оставит нас, друзья, мы можем повторять другие библейские тексты. А давайте вспомним того же апостола Павла, я уверен, что смерть не отлучит меня от любви Божьей во Христе Иисусе. Хорошо, друзья, вот у нас есть с вами пример Якова, у нас есть с вами пример Давида, но вот они как-то справились со страхом смерти. И вот перед нами следующий вопрос, ну вот как мы можем освободиться от этого страха? Вот что может быть говорит нам Давид? Вот знаете, вот по словам Давида ответ заключается в следующем, я не убоюсь. Вот он говорит, не убоюсь зла. Вот почему? Он объясняет. Потому что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ну представьте себе опять библейского пастуха, может быть, с картинок, с каких-то историй, да, друзья. У пастуха он обычно с посохом, друзья, это посох, вещь, да, с которой он работает со своими овцами, то есть он направляет их, он отыскивает их, иногда он их дисциплинирует вот своим посохом, а вот жезл, ну или, простите, дубинка, она тоже есть у пастуха, это то, благодаря чему он защищает своих овец, то есть пастух всегда готов защитить вот своих овец, когда они подвергаются опасности. И вот эти вот две простые вещи, посох и жезл, ну простите, посох и дубинка, они напоминают Давида, Давиду о защите пастыря. Мы представляем себе Давида, вот его жизнь, который как часто он ощущал присутствие Господа как пастыря, защищающего и спасающего его. Однако, друзья, вот у нас с вами немножко больше привилегий, чем у Давида. Вот именно в познании Бога немножко больше привилегий, потому что у нас есть с вами Новый Завет. Давайте вспомним некоторые библейские тексты, что мы сегодня знаем об Боге, об Иисусе Христе. Я есть им пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Бог же мира, воздвигший из мертвых, пастыря Отец Великого. То есть сегодня мы с вами вот думаем о пастыре, друзья, и священное Пиксание показывает нам нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. И вы знаете, вот Новозаветные христиане, они радуются, радуются тому, что знают Христа как пастыря. Почему? Потому что он умер нашей смертью вместо нас за наш грех. То есть наш пастырь стал жертвенным агнцем, принятым Богом. Он принес мир нашей с вами виновной совести. Больше того, друзья, Христос воскрес. То есть он победил смерть. В нем есть воскресение и жизнь, которыми он делится со всем своим стадом. То есть Давид, друзья, вот представляете, он все видел это только в общих чертах. Мы же видим все это ясно. И наша уверенность в пастыре тем больше велика. И вот наш с вами враг, да, величайший враг, смерть, он сокрушен и сокрушен безвозвратно. Власть смерти, она сломлена победоносным воскресением Христа. Я не говорю это так, друзья, знаете, в таком смысле, что вот теперь мы, верующие, будем смеяться смерти в лицо. Писание говорит том, друзья, что все-таки смерть, она еще может овладеть нами. Овладеть нами, как когда-то она владела Иисусом Христом. Но Священное Писание опять говорит нам с вами, она не сможет удержать нас, больше положенного ей. Помните, как Господи написано? Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Мы все еще должны противостоять смерти, как последнему врагу. И вот когда мы думаем о смерти, друзья, иногда мы дрожим, иногда мы дрожим, но затем мы вспоминаем, наш Господь победил смерть. Она может коснуться нас, но никогда не удержит нас. Войдем в долину смерти, но не убоимся зла, потому что Христос с нами. Знаете, друзья, вот если думать о Господе, вот что за жезл есть у Господа и что за посох есть у Господа? Ну, я смелюсь сделать такое предположение. Жезл и посох Христа – это его крест и его слово. Вот почему крест, друзья? С помощью креста он вступил в схватку со смертью и победил смерть. А при помощи слова он ведет нас по жизни. А вы знаете, вот вообще смерть Христа, вот крест Господа, его всегда должно быть достаточно, чтобы убедить нас в любви нашего Небесного Отца. Ну, я думаю, вот многим-многим из нас, то есть это не обходит нашу с вами жизнь, касается вот смерти близких, то есть что-то происходит с нашими близкими. Вот согласитесь, что любая смерть или каждая смерть – это шок. Даже если смерть – это как человек готовится к смерти, неизлечимая болезнь – это шок, друзья. А если человек умирает вследствие старости, это тоже шок. Иногда смерть приходит без предупреждения. Вот я говорю это для того, чтобы мы понимаем с вами, что долина смертной тени – это незабываемые тайны души человека. Но вы знаете, что часто поддерживают верующего человека? Верующего человека очень часто поддерживают слова Священного Писания. Протестры, слова Писания, которые долгие годы живут в памяти. Друзья, слова Священного Писания, которые из маленьких семечек вырастают в могучие деревья. Вот так было у Давида деревья, под которыми возможно найти убежище от бури, возможно найти утешение в печали, возможно найти свет во тьме. Я напомню один из таких библейских отрывков, это рассуждение апостола Павла. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не даруют нам и всего? И он заканчивает свое рассуждение словами «Я уверен, что смерть не отлучит меня от любви Божьей во Христе Иисусе». Вы знаете, друзья, вот этот библейский отрывок из 8 главы Послания Кринлином – это самое лучшее основание для христианской жизни. Самое лучшее основание для христианской жизни, и чем быстрее мы найдем его, а тем лучше будет наша с вами жизнь, тем богаче будет наша с вами жизнь. Это основание нужно найти как можно скорее. То есть Бог Отец любит меня вот так сильно, хотя Богу нельзя говорить, что Он любит так сильно, Он любит совершенно. Но по-человечески мы хотим сказать, что Бог любит нас так сильно, что не пожалел своего Сына, предал его на распятие за меня. Скажите, друзья, какие гарантии, гарантии, какие еще гарантии любви нужны нам от Бога? Какие гарантии любви нам нужны от Бога? И вот теперь попробуйте вот все, что происходит в нашей жизни, в вашей жизни, рассматривать в этом свете. Да, мои самые глубокие страхи могут стать реальностью. Да, я могу быть не в состоянии понять, что Бог делает в моей жизни или с моей жизнью. Да, может показаться, что Он скрывает от меня лицо свое. Мое сердце может быть разбито. Но, друзья, можем ли мы не доверять тому, кто так показал свою любовь к нам? Можем ли мы не доверять тому, кто так показал свою любовь к нам? Мы можем быть уверены в том, что нет ничего, что Бог удержит из того, что служило бы к нашему благу. Вот таким образом смерть нашего Господа, она становится инструментом, разрушающим наши страхи. А Его Слово остается посохом, которому держит меня и спасает меня от опасности. Поэтому многие слова из 22-го псалма, они касаются нас с вами. Если Господь мой пастырь, то Он обеспечит все мои нужды. Обратите внимание, Давид говорит, я не буду нуждаться. Вот это утверждение Давида. Почему он так уверен, друзья? Я опять предполагаю, что все-таки в разуме и в памяти этого человека живет Библия, живет Священное Писание, он снова обдумывает слова Писания. Я ни в чем не буду нуждаться. Давид снова применяет Писание к своей жизни. Помните книгу Второзакония? Но книга Второзакония это очень длинная проповедь Моисея. Очень длинная проповедь Моисея и народу, который готов перейти в обитованную землю. То есть, Моисей проповедует народу, который Бог, простите, пас на протяжении 40 лет в пустыне. Вот его слова. Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою. Ты ни в чем не терпел недостатка. Вот слова, о которых рассуждает Давид. Израильский народ, то есть Бог мог обеспечить народ в пустыне на протяжении 40 лет. Неужели он не сможет обеспечить мою жизнь одного только человека? То есть, он вспоминает вот эти библейские истории. Вы знаете, вот опять мы с вами читаем Новый Завет и вспомним Господа. Ведь он тоже называет себя пастырем. И вот какие есть характеристики пастыря. Вот что Господь говорит особенного. Посмотрите, друзья. Я есть им пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь в свой завет. И мы с вами говорим, первое, пастырь добрый заботится об овцах. И второе, Господь говорит, вы знаете, Он говорит, я знаю моих, и мои знают меня. Вот особенности, характеристики доброго пастыря. Он заботится об овцах, и он знает своих овец. То есть, если Господь пошел на такие усилия, чтобы избавить меня от смерти, я могу быть уверен, что он заботится обо мне. Вы знаете, друзья, вот раны на его руках являются достаточным доказательством его любви. То есть, это не подлежит сомнению. Сын Божий возлюбил меня и предал себя за меня. Я опять не хочу представить, показать такую жизнь, знаете, беззаботных людей, вот верующих людей, которые, ну, как-то беззаботно ни в чем не нуждаются. Я напомню одну библейскую историю, она как-то стала очень близко. Знаете, могут прийти такие непонятные времена. Вспомните апостолов, друзья. Вот они в лодке, а начался сильный шторм, а учитель спал. А вспомните, какие странные слова они сказали Господу. Учитель, неужели вот тебе нужды нет, что мы погибаем? Вот жизнь верующего человека, друзья, она не обходит таких моментов. Иногда нам может показаться, что вот можем обратиться к Богу с такими словами и сказать, учитель, неужели вот тебе нужды нет? Неужели ты не беспокоишься? Друзья, как только мы с вами посмотрим на крест, все меняется. Как только мы смотрим с вами на крест, мы знаем, что Отец заботится о нас. Если Христос умер за нас, то как мы можем сомневаться в том, в заботе Отца? И вот с этой заботой, знаете, связаны Его и знания нас. Он знает меня, знает вас, действительно. Он знает нас лучше, чем мы сами знаем себя. Он знает наше прошлое, наше будущее. Вот это вот знание, оно сочетается с Его заботой обо мне. То есть, если бы не было заботы, вот это вот знание, да, всего бы у меня, оно было бы пугающе. Священное Писание говорит нам о заботе. То есть, что бы Он ни послал мне, Он обеспечит все, в чем я буду нуждаться. Все, что Он дает, приходит с пронзенных гвоздями рук. Я могу доверять Ему. Еще интересный текст, вот стих из этого псалма, это третий стих, друзья. Вот знаете, мне как-то хочется, ну, чтобы некоторые слова в этом псалме, как-то посмотрели по-другому, чтобы подумали, да, друзья. Друзья, может быть, это я хочу поделиться своим опытом. Вот попробуйте, это знакомые слова, друзья, да, вот третий стих. Он подкрепляет душу мою. Ну, попробуйте просто подумать. Вот для себя, друзья, давайте попробуем ответить на вопрос, да, что происходит с душой Давида? Или что произошло с душой Давида? Почему он говорит подкрепляет? Если вы читаете по-английски, друзья, то там написано восстанавливай душу. То есть, что произошло с твоей душой, Давид? А знаете, очень интересный язык, языкообразность еще на Писании, друзья. Давид говорит о покаянии. Если будет читать Ветхий Завет, да, друзья, вот восстановить, подкрепить этот язык после грехопадения. То есть, человек согрешил. И все может сказать, что человек грешит. И вот у нас с вами вопрос, а что Бог делает с душой согрешившего верующего? Что Бог сделает с душами тех, которые грешат? А Давид говорит, после моих грехов он подкрепляет душу мою. Он покрепляет душу мою, направляет меня на анестезию правды ради имени своего. То есть, перед нами образ верующего человека, который согрешил. И мы спрашиваем, Боже, что ты делаешь с таким человеком? А Давид отвечает, добрый пастырь подкрепляет нашу душу. То есть, это язык покаяния. Если Господь пастырь мой, он восстановит меня, когда я упаду. Вы знаете, вот вы замечаете, как красиво написан этот псалом? Вот красиво поэтически написан этот псалом. А вы знаете, вот есть такие картины, в картинах великих художников, великих мастеров, есть такая эстетическая сила, когда вот этот художник, он может благодаря тени отобразить красоту света. То есть, вот такое вот сочетание, друзья, что вы видите красоту света. Это 22-й псалом. Он полон теней. Давид проходит через долину глубоких темных теней. Он упоминает о тени, которые отбрасывают на него вот враги. Но за этими простыми словами открывается свет. Он восстанавливает душу мою. Он восстанавливает душу мою. Но картина здесь расширяется. Вы знаете, вот пастырь ведет своих овец на пастбище к тихим водам, чтобы освежить и восстановить нас с вами. Здесь не просто слово прощения, друзья. Здесь постоянное и длительное общение с благодатью. А как Давид нуждался в этом? Как Давид нуждался в благодати от Господа? Вы знаете, вот мы с вами знаем о грехах Давида. Но так происходит иногда и с нами. Необъяснимым образом, может быть, воспоминания о прошлых грехах вспыхивают в нашей памяти. Случаи давно забыты и возвращаются, как будто кто-то пронзил наши воспоминания огненной стрелой. И вот здесь, друзья, давайте вспомним нашего Господа. Когда мы грешим, да, вот, и когда мы приходим к Богу, иногда начинает казаться, вот, как Бог прощает. Когда мы просим прощения, как Бог прощает? С удовольствием, с радостью, или, может быть, ему трудно прощать, или, может быть, он нахмурит лицо свое и скажет, ну, вот, опять я вынужден тебе нести это прощение. Друзья, у нас есть замечательная библейская история, где сам пастырь говорит о том, как он прощает грехи. Помните, друзья, кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи своей с радостью. А когда придет домой, он позовет друзей, соседей и скажет, порадуйтесь со мной. Друзья, вот как Господь прощает грехи. Вот что имеет в виду Давид, когда говорит, он подкрепляет душу мою, он прощает мне мои грехи. Но, друзья, очень важно понять, что благодать пастыря, она реальна, она свободна, ее достаточно. Однако, вот Давид подчеркивает, она не оставляет нас там, где нашла. То есть он ведет меня на стезе правды или путями праведности. Он ведет к новому направлению. Он ведет меня путями праведности ради имени своего. Последнее, на что обращу ваше внимание, чтобы мы вместе могли с вами помолиться. Вы знаете, вот защита Господа. А если Господь мой пастырь подобрал такое слово, он удивит меня своей милостью. Я расскажу одну историю, друзья, вы поймете, почему удивит. Будем удивляться милости Бога. Вы знаете, вот если опять будете читать дома 22-й псалом, вот можно как-то остановиться, немножко запутаться, да, друзья. Знаете, почему? Потому что вот, прочитав этот псалом, мы останемся с вопросом. Что значат слова 5-го стиха? «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих», друзья. «Ты готовишь стол предо мною в присутствии врагов моих». То есть, как вот эти две темы сочетаются в одном псалме. И действительно, есть такое толкование, есть такое понимание, что в этом псалме подчеркиваются две темы. Первая тема – это Господь пастырь, а мы его овцы. А вторая тема – он хозяин, а мы его гости. Знаете, почему, друзья? Ну, потому что одна из причин для такого прочтения псалма заключается в том, что, вероятно, ни один обычный пастух не будет устраивать, простите, пикник со своим стадом на территории, полной волками. А с другой стороны, братья и сестры, может быть, это в самом деле происходит? Ведь у нас необычный пастырь, у нас необычный пастух. Возможно, в этом и есть смысл. Это необычный пастух. Его пути не наши пути, и его мудрость не наша мудрость. Мы представляем себе овец, который собрались вокруг пастуха. Они слышат, как рычат волки, угрожают. Пастух чувствует на себе их недуменные взгляды, которые смотрят на него, не в силах понять. То есть только мы шли за тобою с радостью, мы доверяем тебе беззаветно. Зачем ты привел нас сюда, пастырь? Зачем ты привел нас сюда? Неужели ты не видишь нашего затрудительного положения и страха? Они снова спрашивают пастыря, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Давайте еще раз вспомним историю апостола в лодке. А как они попали в лодку, друзья, помните? Они были послушны учителю. Друзья, они не согрешили, попав в лодку. Они просто были послушны учителю. Вы знаете, чем это говорит? Послушание не является гарантией жизни без бед. Послушание Богу не является гарантией жизни без бед. Наш Господь в лодке встал, он сделал два замечания. Одно было обращено к буре, к природе. Он запретил и сказал, умолкни, перестань. А потом обратился к ученикам и сказал, разве у вас нет веры? Почему вы так боязливы? Еще одна библейская история очень интересная. Мы с вами закончим, друзья. Симон Петр, который был с Иисусом в ту бурю, да, среди апостолов. Он тоже там был. Он видел Господа, который спал во время бури, да, друзья. Вот давайте вспомним одну историю из его жизни. Один из величайших кризисов его жизни. То есть его посадили в темницу за проповедь Евангелия, да. И вот завтра утром его должны казнить. Друзья, если вы помните библейское повествование, ночью появляется ангел, вот в его камере появляется ангел. Помните, что делает ангел? Будет его до сна. Придсестры, представьте себе этого человека. Я бы содрогнулся, да, друзья, вот на месте Петра. Он бы проснулся, наверное, и понял, Господи, неужели я спал? Неужели я спал? Мне завтра готовится смерть. Неужели я спал? И может, он вспомнил вот тот день, когда они видели своего учителя спящего. Поэтому я говорю, друзья, милость Божья, она удивит нас. Удивит нас. Иногда, знаете, вот Господь мог бы как-то все это сделать по-другому, но очень хочет, чтобы мы с вами это поняли. И Он ведет нас такими путями, чтобы эту милость мы увидели, чтобы мы эту милость оценили, чтобы мы благодарили Бога за эту милость. Пусть Бог благословит нас с вами в это время. Помолимся. Если у кого-то желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Спасибо. 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 Спасибо.